Продолжение следует... 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 Не хотелось бы, с одной стороны, чтобы мои слова воспринимались как мнение комитета, именно сообщество людей с совершенно разными социально-экономическими взглядами, с идеологическими, с религиозными взглядами или с их отсутствием, скажем так, потому что есть и атеисты среди нас. Но уклоняться, с другой стороны, не буду. Почему? Потому что считаю, что это неправильно, даже по отношению к своей собственной позиции, неоднократно заявленной. Просто прошу всех, кто будет слушать, понимать, что в данном случае я высказываюсь как конкретный человек, а не как руководитель комитета 25 января, не как политик. Поскольку наши политические декларации, они принимаются все-таки коллективно, и пока, по крайней мере, вполне демократическим путем ходят до прямого голосования простого большинства. Хотел бы еще один нюанс подчеркнуть. Я не занимаюсь исторической наукой в чистом виде, наверное, года с 96-го. Из последней моей исторической статьи были написаны в 96-м году в коротком промежутке между завершением службы вооруженных силах, первой чеченской кампании, и между поступлением на службу, действительно, на службу Федеральную службу безопасности России. Поэтому с тех пор прошло, как вы понимаете, уже 20 лет. Многие мои знания, они не обновлялись, они устарели, прямо скажем. С тех пор, насколько я там очень поверхностно слежу за историческими исследованиями, огромный пласт новых документов введен в исторический оборот. Появились новые историки, которые подняли совершенно незнакомые мне в свое время документальные массивы, мемуарные массивы. Поэтому во многом моя позиция может быть подвергнута серьезной критике. И, думаю, будет подвергнута. Может быть, я в чем-то ошибаюсь, в чем-то не знаю. Но, тем не менее, коротко, надо разделять, на мой взгляд, Николая II как человека, как политического деятеля и как святого прославленного русской прославной церкви в качестве царя-мученика. Это все одна и то же, та же личность, но надо смотреть на нее с разных ракурсов. В целом, Николай был очень цельной личностью, на мой взгляд. Он был последователем практически во всех своих действиях. Но, поскольку он не был, скажем так, его жизнь пришлась на период великого перелома, на геополитической катастрофе, общей мировой геополитической катастрофе, которой была Первая мировая война, и геокатастрофой российской, то есть гибели Российской империи, разрушения государства, великого государства, то к нему предъявляются особые требования, особые вопросы. Естественно, людьми, которые, поскольку он возглавлял это государство, рухнувшее, ему предъявляют очень много претензий, которые не произошли бы, если бы он правил, допустим, в XVIII веке или в I в XIX веке. Возможно, в этом бы случае его правление вспоминали бы как золотой век России. Поскольку формально им при нем было принято огромное, проведено огромное количество различного рода реформ, бурно развивалась промышленность, бурно развивалась экономика, социальная сфера, изменения были очень серьезные и очень динамичные. Он там больше не может, он никогда не пропустит, чтобы не показаться. На такой глубокомысленный взгляд, что нигде они, нигде они, они живут в тонкие поля, чувствуют их. Так, ну ладно, подчеркивай этот акцент. Двадцать три года был правил, император правил страны. И, наверное, есть, как говорится, есть, можно оценивать отдельные его действия, можно оценивать весь итог. Как государственные дети, как император великой страны, самодержавый царь, он действительно провалился полностью. То есть, снимать с него ответственность за то, что произошло в феврале семнадцатого года и за последующую смуту, ну, недопустимо, невозможно. Как политический деятель он оказался полностью несостоятельным. Его слова, кругом измены, трусости, обман, они полностью соответствуют действительности. То есть, нового, здесь аналогия, кстати, и с современностью вполне ясна, имеется. Кто комплектовал свое собственное окружение, которое струсило, предало и изменило. Самое решающее нам. Он же и комплектовал. Да, оно в значительной степени досталось ему по наследству. В значительной степени ему приходилось пользоваться теми сословными кадрами, которыми по традиции он должен был пользоваться. Хотя, кстати, значительная часть предателей, оказавшихся вокруг него, им же и продвигалась фактически снизу. То есть, поскольку он человек, сыгравший губительную роль в событиях семнадцатого года, второй человек военной иерархии Российской империи, генерал-адидент Алексеев, начальник штаба Ставки, верховный главнокомандующий, был выходцем, ну вот если не из самых социальных князов, то, в общем-то, недалеко ушел, поскольку еще его отец начинал службу рядовым солдатом и закончил ее капитаном, то есть даже наследственного дворянства, по итогам. То есть Алексеев выходец из разночинцев, даже не из дворянцев. И царем продвигался именно как простой человек из народа. Ну там, кстати, много таких. Но вот, вернусь к тому, что, получив наследство, масса империи с огромным количеством проблем, с колоссальным отрывом верхушки от средней и низшей части народа, в первую очередь культурным отрывом, который возник при Петре I, начал возникать и к 1917 году приобрел практический вид наличия двух культур в одном и том же народе. То есть культуры аристократии, высшего дворянства и культуры всех остальных. Между ними возникло противоречие, которое и отвернулось тяжелейшими последствиями культурной противоречии во время революционных событий. Получив все это, он не смог с этим справиться, со всеми этими проблемами, не смог их оценить, запустил некоторые процессы и в решающий момент не проявил тех качеств, которые должен проявлять руководитель, оказавшийся в оступризной ситуации. То есть фактически он выбрал путь самоустранения от этих проблем, что связано в том числе с его губокорелигиозностью, на самом деле. Нет, именно здесь играем или игровой роли не фактор трусости, да, какой-то безответственности, а именно фактор его религиозности и убежденности, то есть в том, что он положился, условно говоря, на Божию волну, практически. То есть как государственный деятель, он не выполнил возложенное на него историческое время. А вот как именно христианин, причем христианин, как помазанник Божий, он в значительной степени, на мой взгляд, его выполнил. То есть фактически он, мало кто знает, что он отказался, когда в первые недели после революции он имел все возможности выехать в Англию, в Великобританию, такие предложения делались. И если бы он привожил к этому усилия, он бы мог бы со всей семьей покинуть Россию. Он этого даже не попытался сделать. То есть он собирался оставаться в стране, фактически желая разделить ее, учить ее с львом. Ну и разделим, в общем-то. И его статус священно-мученика, он не может подрагаться никакому сомнению. Погиб и он, и вся его семья, и все близкие, и все верные слуги. Фактически, я не знаю, как вы относитесь, а я, как православный верующий, я отношусь к его подвигу очень, очень аппетитом, с огромным. Для меня он действительно святой. Подчеркиваю, надо разделять то, что произошло, что, какие ошибки он совершил, находясь на посту, на Бурна, как помазанника Божия, императора, самодерца, и то, что, как он повел себя, как человек, как христиан. Какие выводы и параллели мы можем сделать с сегодняшними дня событиями? Я еще хочу сказать, что на этом вопросе, на аспекте личности царя. Он, в отличие, которые очень сильно отличают его от нынешних аналогий, он был наследственным императором, наследственным самодержеством, воспитывался как в определенной среде, воспитывался как наследник престолов, пусть даже второй, что, кстати, тоже сыграло своего рода, поскольку цесаревич Георгий скончался с туберкулеза, и Николай оказался в статусе наследника достаточно поздно и достаточно неожиданно. Но он был человеком, естественно, с принципами, со словными принципами. Он был человеком лично честным, и он действительно рассматривал себя как хозяина земли русской, и не только как хозяин, он полагал всю державу своей водчины, которую он обязан служить, развивать, которая досталась ему и перед которой у него есть свои обязанности. Которую он, кстати, выдастся в людях. Это не был временщик, то есть это не был президент, это не был демократический выбор. Свою миссию он рассматривал как священную, вполне серьезную. То есть не на уровне того, что он это смотрел как на фикцию, а вполне серьезную и за это отвечал. То есть он полагал, что за это будет нести ответственность перед Богом. Соответственно, он очень резко отличается от нынешней ситуации, когда временные применщики, находящиеся у власти в различных государствах, думают не только о том, как... или вообще не думают о этой стране, которая попала в управление, а думают о том, как они будут жить после того, как лишатся своего поста. У него этого отсутствовало вообще. С этой точки зрения он был честным человеком, который выполнил долг на своем пасту. То, что он его не смог выбрать, это другое. По каким-то причинам. Суждено там было. Видимо, я считаю, что это промысел, опять же, Божий. И, наверное, не было других вариантов у него. Но история не имеется с влагательным, на понятия. А вот теперь вернемся... То есть в очень многих случаях, читая его переписку, читал я в свое время его переписку, читал его дневники, читал воспоминания о нем многочисленные. Он действительно очень много работал. Хотя мог бы, то есть, спустить на своих министров, на своих помощников значительную часть своей государственной деятельности, своих обязанностей. Он очень много работал, особенно во время Первой войны. Постоянно себя во многом ограничивал. Не был любителем показной роскоши. Там, естественно, были какие-то тогда, свойственные тогдашнему веку, как это принято, протокольные мероприятия, протокольные драгоценности, протокольные моменты. Но в целом, ну и очень скромно жив. Скромен был достаточно в потребностях, даже по сравнению с аристократией. Как человек, он вызывал у многих, и у меня до сих пор, то есть, вызывает глубокое уважение именно своим наличным стержням. Другой вопрос, что этот стержень оказался немножко не по калибру, в кризисном условии. Ну, а науки с современностью, они, по-моему, собственно, напрашиваются сами. Спустя ровно сто лет после событий 17-го года, и спустя 25 лет после событий 91-го года, четверть века, мы снова стоим на пороге смута, один к одному. И снова все те же самые силы, те же самые, что в 17-м году, те же самые, что в 91-м году, вплоть до, как говорится, адресов тех посольств, где ведется соответствующая работа, готовятся добить страну окончательной беспородной, уничтожить ее государственную, национальную, религиозную идентичность, окончательную, уничтожить саму возможность ее возрождения. Поэтому сейчас очень многое зависит от первого лица, от того, как он себя ведет, и как поступает, к чему готовится, как мыслить себя. Фактически у нас, не по букве, а по духу у нас в значительной степени, действительно и сейчас имеется место самодержавие, но уже не русского, а скорее такого византийского типа, где в значительной степени не император правит страной, а двор. Двор, свита, комарилия, можно это как назвать. И эта комарилия на этот раз составлена не из потомственных аристократов, чьи предки действительно имели многочисленные заслуги перед страной, чьи состояния наживались веками, и которые имела свои кодексы чести определенные, которые заставляли их идти, по крайней мере, в молодости, все они служили в армии, и очень многие там схватывали голову на полях сражения. Нынешняя элита – это мародерская корпорация, захватившая власть в 1991 году в значительной степени, пробившаяся, захватившая власть, обсевшая свои вкладящие кресла и свои миллиардные состояния, отнюдь не за своими заслугами, а просто вот так получилось, так случилось, или там поваблили, родственные связи. У этих людей нет никаких доблеств, которые присутствовали в аристократии в процессе 1917 года. Нет у них и того, что поддерживал в течение 70 с лишним лет Советский Союз. То есть, идей, которые поддерживались, скажем так, по крайней мере, старые коммунисты, у них вообще ничего нет, кроме своих аркантинных интересов. По уровню своего образования, по уровню своей культуры, по уровню пассионарности, по уровню требований к жизни – это более, чем средние люди. Их таланты в лучшем случае выражались в том, чтобы вовремя схватить то, что проплывало мимо или валялось на земле. Причем, а потом уцелеть в перестрелке 90-х, или, скажем так, или там, не умереть при этом самим, то есть и устранить какой-нибудь. Большие мечты. Часть из них – серые чиновники, которые просто уцепились за локомотивы и проехали во власть. Часть воспользовалась иностранными средствами в силу своего этнического происхождения, что уж там грехотей. Значительность – часть приватизации проводилась нашими олигархами на иностранные деньги, а не просто ее направлять. Вот эта элита, она фактически является мародерской. Кто формирует? Многие говорят, что первое лицо формирует это окружение. Я полагаю, что он является частью этой корпорации, он имел возможность ее, я считаю, что он имел возможность в течение 15 лет прошедших ее, конечно, видоизменить, построить под себя. Ну, кто уж, как и Сталин в свое время, пришедший к власти в составе большевистской корпорации, он фактически через 20 лет полностью, в 1937 году полностью видоизменил и партию, и задачи, и цели. То есть партия образца 19-20 года, да, где Ленин и Троцкий были двумя звездами, и Троцкий был, ну, местами даже Ленин я запомнил, она к 37-му году полностью видоизменилась, и в том числе и в идеологии, во многом, даже в базовой идеологии. В принципе, мы имеем то, что за 15 лет Владимир Владимирович не сделал в этом отношении ничего. То есть он сохранил старую корпорацию, сохранил все ее принципы, все направления деятельности, ну, местами только поменял персонажей, но вектор остался подлинный. Самое убеждение, что Россия должна стать великой энергетической державой, что переводится, естественно, как труба, да, как сырьевой предаток еще переводится, ну, на наш нормальный язык. Вот, ну, говорит о том, что он так и не помнит. Может, это легенда прикрытия? А что вы полагаете тогда, где вот та скрытая, то скрытая, как говорится, те скрытые действия, которые мы невидимы, которые там ведут нас к световому будущему? Я их не наблюдаю. Возможно, эти скрытые действия, как действия засадного полка, который только сидит в засаде и не действует, для того, чтобы в нужный момент ударить, как стали? Вы помните, вы помните сказку с вот такого щедрена богатыря? Гулял богатырь по лесу, увидел дупо, забрался туда и заснул. Значит, слышу его храпкость, и они говорили. Ну, я уже давно не перечитывал, дословно не процитирую, но примерно так. Вот уже богатырь проснется, он уже всем покажет. Потом подшел в лес добрый молодец, стукнул по дупу, а там от этого богатыря одна голова осталась, остальное давно гадюки отъели. То есть, засадный полк, если даже он не есть, то он должен, как говорится, действовать. Если он все время сидит, то за 15 лет он может досиделся, я так понимаю, до состояния богатыря всего такого щедрена. Я, например, по-другому говорю, я не видел формирования никакого засадного полка. Сталин пришел, мне точно 20 лет сидел там, ждал, или 15 лет, он прямо пришел к власти, ну, к рубежу 30-х годов, там ее только усиливало. Сталин переформировал под себя партию. Если не ошибаюсь, Эдуард Лимонов, с которым мы недавно разошлись, ну, по-моему, именно он писал достаточно четко, говорил о том, что было создано из партии, Сталин выковал великолепный орден меченосцев. Ну, это фигуральное сравнение, тоже его можно критиковать, с разных сторон подходить, но реально было так. То есть фактически партия, это был дисциплинированный инструмент, который дублировал все функции государственной власти и строго централизованный со своей мифологией, со своей верой, со своей традицией нашей сложившейся. И с помощью этого аппарата Сталин действительно произвел переворот, то есть в серию переворот. Захват Сталина власти, полный, самодержавный фактически власти, он произошел не в одну минуту, не в одночасье. Это готовилось годами, шаг за шагом. Сначала выдавили Троцкого, потом отстранили Старолинскую гвардию, потом ее расстреляли, потом перешли ко второму шелому, потом к третьему. То есть и в 1937 год, это, собственно, большая очистка, это уже выкашивали средние и ниже средние свои бывшие парт номенклатуры, которые Сталин считал сторонниками троцкистов, бухарицев, зиновицев и все прочее. Ну и с ними же связано, естественно, когда лес рубили, щепки летели такие, что там зацепила значительная часть народа, простого в том числе. Тем более, что не все репрессии были направлены против большевиков, параллельно выкашивали и старым интеллигенции, и военных, и священства. То есть все это шло одновременно, о чем-то нас тщательно забывают. Я просто хочу сказать, что съездя за 15 лет, не увидел ничего в этом отношении. Наоборот, в течение 15 лет путинского правления шло вымывание и естественным путем, и неестественным старых идейных кадров из госслужб. То есть те люди, которые еще по традиции соблюдали какую-то порядочность, они не продвигались, с советского времени осталось, они не продвигались, они уходили естественным путем, они вымывались, шел обратный отбор, и в результате у нас наверху оказались люди, которых, предел мечтаний, которых оказался шубохранилище и так далее. Вот поэтому где тут Орден Меченосов, где-то Апричнина, которые там говорили, что Путин должен ее создать, нет и близко не валялась, и до сих пор нет, и не создается. Если не считать, просто если не считать, это Апричнина это вот этих селигерских мажорчиков, да, то есть или там, или мотоциклистов, там, Золотастанова, кстати, не такого, что плохой человек, я с ним общался. То есть я не говорю, что он вообще плохой, то есть вполне вменяемый, но просто в целом это выглядит, конечно, как цель. А военно-промышленный комплекс, просто столько было разговоров о том, что развалили ВПК, разворовали Сердюков, а в итоге ракеты-карлаты летят? Ну, летят на китайских микросхемах. Это другой вопрос. Вы знаете, вам ведь с Чаловым не общались еще? С Чаловым не приходилось общаться? Возьмите телефон, обязательно пообщайтесь. Вот у меня он, для ситнасти, я вам продиктую. Обязательно пообщайтесь. Он вам расскажет, как он хотел запустить производство в Крыму. Микросхем нашим. У него есть там опытное производство. Что он готов был поставлять их за цену в пятеро меньше уже сейчас, чем мы покупаем за границей. Но это никого не заинтересовало. Потому что за пять рабочую цену, соответственно, я так понимаю, и откат можно взять очень серьезно. Фактически сейчас все наши ракеты, самолеты. Ну, я только что с Урала приехал, я пообщался там с Миктором. Миктор, я понимаю, что все это делается на иностранной ритуре. Ну, извините, о какой тогда военной промышленности можно говорить суверенном, если мы не можем свои боевые самолеты, свои боевые ракеты собирать без наличия западных деталей. Просто не можем. Ну, что, будет трубы стоять? Ну, трубу можно построить. Даже горючее мне можно сказать. Куда ее на детскую площадку, детям только без электроники. Я не говорю о том, что все совсем плохо там, что ничего вообще не делается, но темпы какими делаются и деньги какими делаются. Самое главное, люди, кто это все производит, это ниже всякой кредиты. Ну, вернусь еще, я тысячу раз это говорю, еще буду повторять. Правильно, Иосиф Суденович сказал, кадры решают все. Если ставить по голове патентованное варьем или как там у стругацких плевателей в кастрюли ставить, руководить самыми полезными вещами, то есть в самую полезную ровную вещь и поставить у него там греха или там Набиулину или там Шувалова, то результат будет соответствующий не замыслу, а уровню менталитета этих людей. Если они привыкли вороват, если они родом из 90-х, если они представители корпорации мародеров, они продолжат мародерствовать на любом деле, которое им будет поручено. Пусть оно даже будет архипатриотичное и архипнеходное. Они просто по-другому не умеют. Не могут. У них уровень, горизонт мышления не позволяет выйти за пределы, чтобы схватить что-то и утащить. Мне рассказывали, правда, к сожалению, не назвали фамилии, в прошлом году, когда я был в Екатеринбурге, мне рассказали, что один очень крупный чиновник посещал коллекцию минералогического, минералогическую коллекцию местного геологического музея. И в том числе там ему, с учетом его очень высокого статуса, его завели в Золотой фронт и дали ему подержать самородок золота. Это мне рассказал директор музея, он же по совместительству замректор местного геологического вуза. И сказали, что он не мог разжать пальцы, ему насильно разжимали пальцы. Представляете, вот золото, золото! Это уровень, он, к сожалению, мне фамилий назвал, я бы не стал пытать, хотя очень хотел, но я думаю, что со временем не знаю. Ну, таких тысячи фамилий. Ну, нет, это сказано, что очень высокого уровня, так как он или из правительства, или из администрации президента, какой-то очень высокий чиновник. Вот что с этих людей, когда он не может по своей воле рожать, схватив золото, не может даже рожать руку? Вообще, для православного человека это понятно, что в нем сидит бес сребролюбия, и этот бес, вот там в нем сидит очень конкретно. Даже с рациональной точки зрения, это болезнь. Вот больные люди, чтобы хранилище строить, больные люди. Потому что по-настоящему человек, если у него достаточно хорошо, он развит духовно и умственно, ему все это не нужно и даже не интересно. Не нужны ни яхты, ни... Чем больше человек разве духовно и умственно, тем меньше ему на самом деле требуется материальный уровень. А тут вот такое. Поэтому не вижу я никаких изменений в каждом аппарате с времен 90-х годов. Как там присутствуют те, так, те представители корпорации, которые градули страну в 90-е годы, так они составляют значительную часть аппарата. А те, кого привели, пришел, условно говоря, пришли вместе с Путиным. Окружение значительное, его корпус, его собственно людей. То их уровень был. На уровне схватил и держали. Тоже самое. Один-другой. Поэтому не будет никакого засадного полка. А если он будет укомплектован теми же самыми людьми, то он вместо того, чтобы выйти на Куликово поле, быстренько к Мамаре перебежит просто полный состав. Но если ситуация «Крым наш» была же принята политическая воля? Была проведена молниеносная операция? Ну, была. Да. То есть это говорит о том, что есть некоторые аналитики, есть скрытый штаб, который абсолютно нигде о нем не информация… Я не буду раскрывать некоторых подробностей, которые мне известны. Я не буду говорить ничего, потому что это не мое тайное. Но скажу, что там все, что снято в фильме «Крым будет на родину», вот там совсем, конечно, не так. Ну, совсем что-то. Ну, может быть, дозированность этой информации нужна вам на сегодняшний момент? Ну, естественно. Потом-то скажут дальше. Ну, естественно. Если… Ну, я думаю, что к моменту, когда можно будет об этом открыто говорить, то есть или Шах, или Ишак, или там… или сам Хаджана следит, вам рют. То есть пока никаких комментариев я давать в этом отношении не буду, подробностей. А что касается в целом, да, было принято решение, которое тысячный раз уже, наверное, скажу, которое было Рубиконом и для самого Путина, и для власти. Вот. Но, как это знаете, кричили Рубиконом, а потом попытались договориться, может это какая-то другая речка, по-другому назовем. Вот что сейчас делает Путин, он пытается с Западом договориться, считать Рубикон, который он перешел, какой-то другой речкой. Примерно там. А за это он готов там типа поступиться почти всем, что захватил переезд Рубикон. Фактически. Ну и все. Что делать? Что делать? Иначе это что делать? Какие рекомендации? Кому мне? Кому мне? Кому граждану? Кому граждану? Ну да, он в стране. Находясь на каком-то одном корабле, есть мародюрская шайка, есть вот 15 лет, и есть чалой, который хотел запустить и никак, есть свободный рынок, ну якобы свободный рынок. что делать? Ну, конечно, можно построить дороги и повесить дураков, но это будет экстремизм. Вот. Я не вижу рациональных способов выйти из этого кризиса без жесткого слова. Вообще. без революции. Без революции. Ну, вообще не вижу. То есть, будет или революция сверху, или будет революция с ним. Третьего, да. Все настолько загнаны и проблемные, загнаны настолько глубоко, настолько они проели наше общество, нашу жизнь, наше ментальное, наше состояние. Потому что цинизмы, ложь на всех уровнях, они вернулись на тот же самый оборот, на какого они были в конце Советского Зоюза, когда все говорили про коммунизм, и никто в это не верил. Вот то же самое сейчас. Без переворотов дело ничего не закончится. Обязательно будет переворот, революция сверху и снизу. И я полагал вообще своим мумишкам, что Путин, это только не мог. То есть, я воспринял Крым, воссоединение Крыма, началом революции сверху. Ну, как историк, как спецслужбист, я понимал, что это необратимые действия. Абсолютно необратимые, потому что они уже никак не могут быть не отменены. Это как, знаете, покатились горы в каменный шар, и он не остановится, пока он не достигнет определенной точки равновесия. Уже невозможно его остановить. Сколько его не тормози, сколько его не пытайся направить, то он все равно докатится. Так и здесь. Но если и был запасел революции сверху, если он вообще и был, если они поняли, что он не запустили, то он фактически был слит, несколько приостановлен. То есть сейчас ситуация катится абсолютно неуправляем. Еще есть время и у Путина, и его окружения, еще есть время, на мой взгляд, оседовать этот процесс. То есть попытаться не удержаться просто на телеге, которая идет в разнос, а именно снова взять управление и, ну, знаете, да, то есть если с чем-то невозможно бороться, это надо у вас говорить. Вот это время еще есть, но его становится совсем мало. И телега сильно расшатывается, и выклон становится все более крутой. Ну и те, кто, как говорится, заинтересован в том, чтобы телега развилась, они тоже на месте не сидят. Они как и всяческие спицы вставляют в колеса и так далее. Мы их занаблюдаем непосредственно. Времени осталось всего ничего. Год, полтора, два, то есть ну вот в таком диапазоне. Я вижу возможность личного спасения для Путина и для части той элиты, которая его окружает, для части только в том, что они окончательно поймут, что их никто никогда не простит, что черную метку Запад никогда не отзовет для них. Ну, по-моему, он это и так прекрасно понимает. А почему он вот это ничего не делает? Вот у меня такое впечатление, что он прекрасно понимает, ну, есть же окружение историки, вот эта революция сверху или снизу, и у меня представляет, что он готовит эту революцию сверху. Какими силами? Ну, Ленианом? Из-за удостанова? Нет, ну что вы, это отвлечение все. А кем? Вот назовите мне, пожалуйста, дело в том, что никакая революция не делается просто так. Для этого нужны, в первую очередь, люди, кадры. Ресурсы, подготовительная работа. Кем он собирается проводить революцию сверху? Какими силами? Его окружают в значительной степени люди, в которых непосредственно, вот, связанные с олигархией, с западной олигархией. Ну, кадры... Какие кадры? Вот скажите мне, кого он ввел в свое окружение за... Еще не введена, подрастает молодая поросль, которая проходит... И вот она 2 года, она у нас за 2 года подрастет, да. Что к тому моменту, когда у нас все развалится, вот она за 2 года подрастет. И, извините, откуда она возьмется, этот поросль? Откуда она возьмется? Из Сене-6, это с Араги, или с молодой гвардии? Ну, откуда? Есть кадетские училища, есть, то есть, есть закрытые учебные заведения. Давайте вернемся к срокам. Они там воспитываются уже 15 лет, сейчас эта поросль уже распределена в структурах. Ветенантами старший лейтенант? Ну, где-то так. Ну, так вот, поймите, послушайте одну вещь. Вот я, не пройдя целый ряд, то есть, вот, моя военная служба закончилась в рамках замкового взвода. Дальше я служил как оперативник ФСБ, как начальник оперативного подразделения, штабная работа. Ну, вот, больше, чем за взводом, я никогда в жизни на боевых действиях не командовал. И вне боевых действий тоже, именно в армии. И мне было предельно тяжело, предельно тяжело, в итоге, во время событий в Новороссии, командовать в боевых действиях. То есть, я умел ставить задачи, я умел вести разведку, контрразведку. Это все меня обучали, это у меня все естественно происходило. Но командовать именно в бою людьми. Тем более, когда сначала подразделения развернулись в части, а части, наверное, уже стали перемещаться в соединения. У меня не было вот этого. Как вы собираетесь старших лейтенантов протащить сразу на должности генеральские, это невозможно. Это просто невозможно. А противодействие тех, кто сидит на этих должностях и продолжает их сидеть, и они никем не заменяются, это вообще не рассматривается. ну и потом, качество вот этих кадетских, тех, кому сейчас, ну ладно, я уж не знаю, кто сейчас лейтенант и старший лейтенант, я их уже не видел, да. Хотя, ну пять лет назад, шесть лет назад они приходили. Там уровень образования вполне себе по ЕГЭ. Они очень много его не знают. Они могут знать по два языка, но и моральный уровень не очень высокий, мягко говоря, потому что они выросли в условиях мародерского разграбления страны и все меряют на деньги. Не шибко высок. Идеологии там нет никакой, по большому счету. И их уровень знаний и общего образования, общей культуры мысленной, очень, способности к творчеству, мышлению очень высокие. Поэтому, извините, опереться на эти кадры, ну, можно построить на базе этого Тонтон Макута, да, знаете, такой папа-дог, бэби-дог, Гаити. Вот это можно диктатуру слипить. Диктатуру такую грюмую, такую военную, что всех подобрали, на время, это можно сделать с этими кадрами. А больше ничего. Они просто… Можно 37-й год повторить, то есть всех, условно говоря, пытаться расстрелять, они радостно придутся расстреливать, они же историю не знают. И не знают, что в 38-м расстреляли почти всех, кто в 37-м геористов и до этого. Там 90% личного состава ВЧК, УГПУ и КВД было уничтожено в 38-39-м году. 90%. Не знаю. Там, по крайней мере, руководящего, там, они же там, поменьше будут. Они будут, да. А дальше-то что? Нет, не вижу. Абсолютно не вижу. Дальше мы видим вот такой проект «Глобальная волна», потому что я 8 лет вот занимаюсь автономной энергетикой, прерывными технологиями и не могу сказать, что подавляют. В этом и есть свобода слова в России? Хорошо. Тогда давайте вопрос. Вот вы ко мне пришли с крохотной непрофессиональной каменной. Извините, вы, наверное, на метро приехали? Конечно. Ну вот. Я тоже до событий ездил, но безусловно, честно говоря, с удовольствием бы и дальше ездил. Просто не очень люблю, когда на меня вылупляют глаза. Не люблю это. Вот. Как-то вот вы не производите впечатления ни богатых людей, ни даже обеспеченных, ни даже технически снаряженных. Так что вы 8 лет за свой счет, я так понимаю, занимаетесь глобальной волной, это не значит, что вам государство чем-то помогло и на вашей базе что-то вырастет. Конечно, государство не помогает. Так и о чем? О чем? Так это же техника спецслужб. Почему спецслужбы должны помогать каким-то вот… Мы же должны себя проявить. Да, поэтому мы должны себя проявить. Поэтому мы должны… Я, знаете, знаю очень многих генералов, которые очень хорошо себя в спецслужбах проявили. Вот моя разница между мной и вами. Я был внутри спецслужб, я знаю, что там происходит. Опять же, не буду называть фамилии до времени. Я думаю, что это не нужно никому. Вот генералов, которые сделали все миллионные состояния. Мародерство идет очень сильное. Ну так они остаются генералами, продолжают расти по службе, продолжают занимать свои места. И растят таких же красавцев. Тебе на смену. Согласен. И вычищают, ну да, сумасшедших этих-то, которые-то, реконструкторов. Да, 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 согласен. О чем, где это? Где? Мы возвращаемся к тому, что нету. Нет, не было и нету. Нет никаких, никакого засадного полка. Нет никакого, никакой там гвардии скрытой. Не готовит он переворот. Он вообще все пустил, он спустякает на тормоза. Это он, он, он сел как в домике, знаете, вот так вот. Не могу я в это поедет. Вот я в это... Ну, хорошо, это историческое период. Я тоже в это очень долго не верю. Вот после Крыма я сделал то, что он не делал никогда. У меня на стене появился портрет Путина. Я служил в органах, там, у меня был свой кабинет, и служил за своего кабинета для личного. Это было не так мало в центральном аппарате. Вот. И... Я никогда не был в портрете Путина. Я никогда не относился к нему с большим бития, там, более того, там. Зная все изнутри, что происходит, на уровне все-таки полковного федерального суд безопасности, я понимал, куда мы катимся. Но когда после Крыма я решил, что эволюция сверху началась, вот, просто логично там рассчитал, и вот я повесил портрет Путина. И та самая сирийская вампура, он у меня висит. Вот. После этого я вас, извините, снял, потому что вот, вот, совсем плохо. Если он возьмется за ум, и портрет верну я, и... Я думаю, более инновационный процесс. Я... Я считаю, что он сейчас отключился фактически от управления. Он его передает все более и более своему окружению, а сам занимается накачкой пиара. Да нет, это самоубийство. Ну, не может быть такая примитивная личность столько... Такое время возвращаться раз за разом к исполнению обязанностей. И вот, понимаете, царствовать и править разные вещи. Вот царствовать, он царствует. А править как-то вот... Не очень. Он создал несменяемую корпорацию вот эту. То есть, несменяемое окружение. Фактически там... Там только, знаете, как карты тасуются, да? Вот. Что бы они ни делали. Вот... Извините, обгадился на одном месте, его передвигают на другое. Обгадился здесь, его передвигают на другое. Ну, это принцип не создавать врагов, чтобы не трепали языками. Его либо ликвидировать человека, тогда слишком многих ликвидировать надо. Ну, вы же понимаете. Лучше переставить и пусть сидит молчит. Замечательно. А как тогда развиваться? Ну, вот я вижу, что какие-то механизмы... Не просто так тасуются кого-то. Иначе это самоубийца. А вот то, что он самоубийца, я не могу поверить. Ну, а вы уверены, что он знает, что происходит в полном объеме? Абсолютно. А я думаю, что да. А я думаю, нет. Знаете почему? Потому что я читал документы еще, которые в свое время писал, читал. То, что ему шло по нашей линии еще в нулевые годы. Я... Извините. Если на нижнем уровне пишется плюс или, допустим, минус, то знаки документов к тому моменту, как доходили до него, менялись на противоположные. Да. По простой причине. Потому что на каждом уровне не были заинтересованы в том, чтобы докладывать то, что есть на самом деле. А ловили четко сверху, как это сейчас говорит, мессендж, да, настроение начальства. Что изволите? Чего начальство хочет услышать? Как бы начальство не было недовольно. А вдруг им не понравится то, что мы напишем, что на Северном Кавказе мы не совсем выиграли Чеченскую войну, или мы так лихо выиграли, что там не осталось ни одного русского. Там, где когда-то они составляли 90% серии, они, по крайней мере, на Урске и Шеверской районах. Или мы напишем, что мы умиротворили Дагестан, но при этом в Дагестане он на 99% стал дотационным регионом. Хотя еще там при Ельцине он был на 70 с чем-то дотационным. Это вот, и у нас столько побед, на самом деле, за эти, за последние. За те 18 лет, что я служил в ФСБ, у нас было столько таких побед. Вот. Но чем дальше, тем больше. Прямо в моих глазах наверх шли доклады совсем не такие. Приходит стопка Телеграмм с регионом. Вот из них делается выжимка полтора листа. Если сравнить с тем, что написано в этой стопке Телеграмм и то, что идет наверх, две большие разные. Глассальные. Поэтому там огромное количество фильтров. С тех пор, как система закуклилась, как она окаменела, как она взорвала социальные рифты, она перестала быть заинтересована в правде. Просто перестала. Потому что правда угрожает каждому чиновнику, засевшему в своем месте. И она стала отсеиваться. И, допустим, я думаю, что президент знает, что идет война на Донбассе. Что там воюют два корпуса народной милиции. Но они говорят, да, это факт. Он знает, что там есть два корпуса народной милиции. Сейчас третий будет формироваться. Но он совершенно наверняка, точно практически не знает о том, в каком состоянии эти корпусы. Наверху все будет окладываться, что все замечательно. Обромное войско, почти способное противостоять украинской армии самостоятельно. А что там реально внизу? Ему некогда. Вон там за амфорами ныряют. Сваи забивают. Еще там что-то делают. Ему некогда. Он занят протокольными мероприятиями. Вот сравните его. Вот вы сравнили там со Сталином, да, то есть как переворот. Две совершенно разных поведения. Сталин почти не участвовал ни в каких публичных мероприятиях. Ордена за него Михаил Иванович Калинин выдавал. Он выдавал. А остальных самых не выключал. Он некогда был. В этом и заключается элемент отключения. Мы все думаем, что Путин занят протокольными мероприятиями и на реальза амфорами. Мы заняты вот этим. Обсуждением этого. И не видим, что может быть происходит на процессе. Зато мы видим, что происходит реально. Что вся экономическая программа как бы работа на наутку прозападным либералам. Я их либерастами называю. Так она и остается в их руках. Как у нас было все, телевидение, радиовещание в руках либерастов, откровенных выходцев из 90-х годов из Альфа-банка. Так оно у них в руках и остается. Как не было патриотического, ни одного по-настоящему независимого издания, способного противостоять эху Москвы, условно говоря, так и нет. Как сидели варьё голубые воришки на всех уровнях, так оно и сидит. Как можно было ограбить Министерство обороны и после этого получить вертолётную промышленность в курировании, так и по-прежнему остается. Ничего не меняется. А не если это проверка общества на возможность самоорганизации? Ну что, Господи, извините, проверка общества на возможность самоорганизации может состоять только Господь Бог. Президенту положено не проверять общество, а его возглавлять страну и вести её к новому свершению, извините, или, по крайней мере, заботиться о её будущем сохранении, а не приведении в состоянии полной деградации. Проверка общества. Если он так думает, как вы, то кем он себя вообразил? Богом? Нет. Я не думаю, что это так есть. Я думаю, что просто вы озвучиваете определённую хотелку, хитрый план. Поскольку, глядя на то, что происходит, и рационально понимая, что то, что происходит, это дичь, мерзость и ни к чему кроме краха привести не может, мы пытаемся сами себе как-то сочинить какое-то благовидное проблему. Не, ну времени мало осталось, вы же сами говорите, полтора-два, и всё вот это станет более-менее видно, что будет происходить. Да. А разве сейчас не видно? Я думаю, что… Больше, чем с науки, я вижу, что вообще весь мир, не только Россия, весь мир стоит на пороге… Большого изменения. Большого изменения. Большого изменения. Большого изменения. Большого изменения. К этому изменению надо готовиться. К этому изменению надо в любом случае. Просто сидеть и ждать, когда надо упадет метеорит, простите, а вот он упадёт не на нас, а на Америку, да, условно говоря, или его у столом взорвётся, или ещё там что-то. Простите, это… Амёба так реагирует, да? Амёба вот она живётся, расширяется, делится её, там ткнули иголочкой, она начала шелиться. А у нас, вообще-то, у людей перспективное мышление должно быть. Мы должны не реагировать, а предусматривать то, что будет в будущем, чтобы предотвратить негативное воздействие на свой организм, на свою государственную жизнь. Да, поэтому мы пришли и спрашиваем, что делать. Ну, что делать? Я вам отвечаю, надо формировать новую элиту. Если этого не будет, не сделает Путин. Но это же не за год, это опять какое-то время. Сколько лет? Извините, надо формировать её лучше сейчас, чем, как говорится, лучше начать сейчас, чем завтра. Да, это надо было сделать поза-поза-поза-позавчера, но если этого не делать, надо делать это сейчас. Всё равно, никто из нас это не снимет этого. Нам жить в нашей стране, там, когда наступит кризис, значит, часть нашей элитки, она соберётся и перелетит на запасной аэродром. Ну, там, правда, их всех пересажают, разорят. Они там любят разорять набогов, туземных царьков, сбежавших с награбленных. Но они этого не думают, у них там горизонт мышления, опять же, клонирование очень небольшое. А мы должны всё равно думать о том, что будет после них. Сколько времени формируется элита? Да сколько угодно. Вот если у нас хватит, если у нас, сколько бы мы ни взяли, всё будет мало. Всё будет мало. Ну, вопрос то, что… То 5 лет, 10 лет. То есть, кризисная ситуация, элиту надо формировать здесь и сейчас, перед тем, что у нас есть. То, что не сбежит, то, что хоть как-то пригодно, то, что сможет управлять страной в момент, когда всё будет рушиться. А то, что будет рушиться, по-моему, ясный. И мир будет рушиться, и страна рушится. Кстати, уже рушат весь мир. Может, уже кадры давно подобраны. И Владимир Владимирович просто ожидает, когда начнет рушиться и вовремя поставить тех, кто выявлен, проявлен. Может быть, и вы в той же самой бойме и так далее. А мы не знаем. Знаете, как военный, всё-таки относительно военный человек, я вам скажу, что без подготовки ничего не делается. Вот если бы меня действительно хотели как-то исполнить… Невозможно вести подготовку, будут раскрыты планы. Будет сразу понятно. Но сколько я работал в правительстве, я видел то, что делает Владимир Владимирович, и ни разу не было утечки. Да. То есть, были колоссальные внутренние передвижки… Я вам расскажу маленькую историю. Парасова. Значит, как историк. В 1850, если не ошибаюсь, в 15-м году состоялось такое сражение при Германии под Севастополем. Не слышал? Слышал, конечно, да. Он командовал этим сражением генерал-адъютант, адмирал Менщиков. Потомок знаменитого Петровского фельдмаршева. Очень умный человек. Кстати, снимал войну опытом. Он участвовал в войне 1812 года и так далее. Но всю свою практически шикарировал военную, проведущую в штамах. Великолепный. Острослов, умница. То есть, человек, который говорили, о котором шутили. Когда он сказал, посетовал, что не побрился. Он сказал, да человек, какие проблемы. Высунь язык и побрейся. Настолько острым у него считался язык. Очень острого ума. Обвлекательный дипломат. Но до этого никогда не командовавший войсками. Он провалил сражение. Он провалил сражение не потому, что оно было плохо задумано. Оно было прекрасно задумано. То есть, он как стратег, как штабной работник. Он ее полностью разработал, расписал. Но он решил довести. То есть, соблюдая глубочайшую секретность. Он довел до командующих подразделений свой план. Меньше, чем за сутки до начала боя. А учитывая, что тогда не было ни средств связи, даже телефонов. Ничего. Все осуществлялось. Курьерами. Половина военачальников вообще этот план не получила. Половина получила, когда и не успела довести до меньших. И был нарушен самый главный принцип любого военного тела и принципа любого, как бы, нормального вообще политического в том числе. Люди не понимали свой маневр. В результате войска ходили, пошли в атаку совсем не так, не вовремя и не так, как предполагоменщиков. И были разгромлены в хлам. Жуткие потери. Жуткие потери понесла армия. Причем лучшие полки. При очень незначительных потерях. Ну, относительно небольших потерях противника. Конечно, для англичан с французами тоже, по-моему, выли, что потери большие. Ну, для них это были большие потери. Но по сравнению, больше ни одного генерального сражения я муская армия с Ростополем дать не смогла после этого. То есть это был генеральный бой. И именно последующие все историки, все, кто разбирал это сражение, причину проигрыша объясняли именно тем, что Меньшиков пересекретничал. И его подчиненные не понимали его маневр. Вот у нас все делается. Если у Путина есть какой-то гениальный план, то он его провалит в хлам именно потому, что никто не понимает его маневр. Никто. Суворовский принцип, где Путин его в интернете видел? Ну, я видел только, как он за амфрами, наверное, со стерхами летает. Никто не понимает путинского маневра, если он есть. А дальше мы знаем известный анекдот про утку. Если крякает, как утка, ходит, как утка, летает, как утка, выглядит, как утка, то с вероятностью 99% это утка. Если президент ничего не делает 15 лет, то есть вот если он сохраняет при себе вот это окружение и нисколько его не меняет, значит, наверное, он не хочет его менять. Утка. Пользователи сети интернет просили задать вопрос про деньги Новороссии. Бывали истории, напечатаны были деньги. Дело в том, что здесь я ничего не могу сказать. Поскольку печатались они не при мне, и вообще я не занимался этим вопросом в Новороссии. В ДНР занимался только военными делами. Вообще никак не касался гражданских фактически. Ну, в Словенске там общая диктатура в городе была, поскольку город был объявлен на осадном положении. Да. То есть вся Верховная войска уже военном командовала. Но не более того. Как там планируется деньги? Я слышу, что они были отпечатаны, что они остались в Ростове. Но это надо не мне задавать вопросы, а Олегу Цареву. Вот он этим вроде бы занимался, вот к нему. Кому сейчас вы езжаете задавать вопросы? Сейчас начну врать, там, сочинять что-то. Сочинять вопрос. Да. Хорошо. Можно все-таки после описания такой плачевной ситуации сказать, все-таки по опыту столетней дальности России может из любой катастрофы сделать огромный взлет. В данном случае мы приближаемся к катастрофе и наверняка есть оптимистический момент, он есть. Может быть мы не знаем, или может быть не хотим знать, или не хотим видеть. Естественно, поймите следующее, что уже тоже, о котором расскажу. Любой человек на любом своем месте, например, любой профессионал проходит профессиональную деформацию. Если человек, там, вот, привык с утра до вечера маршировать по чужим приказам, он будет любые приказы выполнять. У чекистов свои профессиональные деформации, они везде ищут недостатки. Они ищут угрозы. Угрозы, угрозы. Угрозы, угрозы. Угрозы прохожие мимо здания. Мне очень повезло, в какой-то степени повезло, что я пришел уже сформировавшимся человеком в органе. Их было сохранено, там, в определенном, там, ну, авантюризм, допустим. Даже, да. Опять же, пять лет проведенных в Чечне с 99 по 5-й год, там, по 6-8 месяцев каждый год там, побольше даже. Они в условиях военных действий, где требовалась инициатива постоянная и прочее, позволили сохраниться. Но все равно деформация есть. Конечно, во всем я вижу угрозы. В первую очередь я акцентирую внимание не на положительных моментах, а на отрицательных. Это свойство профессии. Поэтому естественно, что как, опять же, склонен сгущать краски. Но это сгущение, по моему опыту, оно единственное, что... То есть в целом тенденции, практически, глава у него верно, могла ошибаться в сроках и скорости развития негативного события. Только в этом. Там, допустим, то, что мне кажется, опять же ставлю себя на место противника, как бы я сделал на месте противника, учитывая, что я действовал бы решительно, ударно, атакующе. У них могут быть совсем другие планы. Поэтому могу немного, не более. Пока все, к сожалению, весь негатив, он подтверждается. Вот что я боялся говорить об этом негативе в свое время, когда я его видел, потому что надеялся, что может быть. Вот то, что вы мне говорили по поводу того, что может быть есть хитрый план. Вот когда я находился в Новороссии, в Донбассе, я очень надеялся, что он будет. И первые, там, полгода после вывода своего тоже до конца, вот, наверное, есть какой-то план. Нет никаких планов. Нету. Есть пассивное реагирование на обстановку. Нежелание ничего менять и попытка заморозить. Вот. Пересидеть, знаете. Пересидеть. Вот авось, там, вкусимая очередная, там, долбанет. Или Елл-Стон взорвется. Или еще что-нибудь. Или огненный дождь на Америку просыпется. И вот вы тут ничего не делая, опять окажетесь. А с военной позиции не думаете, что есть разрабатываемый план наступления? Так, я... Все спланировано. И до этого момента, каких событий не происходили, все, но идет... Подождите. Планы наступления в Новороссии. Генеральный штаб для того и существует, чтобы моделировать любой. Я думаю, что даже, там, война где-нибудь в Антарктиде может быть спланирована. Просто потому, что это обязанность Генерального штаба готовить планы военных действий на любые случаи жизни. Глобальные войны, неглобальные войны. Это их задача. Планы писать и разрабатывать сценарий. Вопрос, реализуем ли этот план. Вот объясните мне по ситуации в Сирии. Вот что это было? Вот зачем? К чему? Вот, возможно, и есть какой-то там хитрый план, который мы реализовали, но его никто не может понять. Никто. Его могут интерпретировать... А рационального интерпретации его нет. А нерациональный, там, можно сколько угодно осуществлять критически. Вот что это было? Зачем мы пять месяцев воевали в Сирии, в результате не выполнили ни одной из объявленных по телевизору задач, и уходим от этого. Ушли. Резко в четыре дня. Почему Арсада приняли как переговорщика, хотя до введения России... Его вообще не хотели воспринимать, не говорили. Да его и сейчас не хотят воспринимать. Ну, вынуждены. Ну, так вынуждены. Кто вынужден? Ну, кто вынужден? Ну, кто вынужден? Арсад четыре года без нас держался. Наступил предел, не смог, взмолился. Говорит, ребята, я сдаюсь. И Россия вынуждена была войти. Арсад сказал, я все. Вмечательно, что принципиально изменилось? Что принципиально изменилось за эти пять месяцев? На некоторых направлениях на 60-70 километров подбросили. За пять месяцев, знаете, при нынешних темпах операции... Выигрыш не военный. Там выигрыш не военный. А в чем? А в чем выигрыш? Ну, в чем объяснить? Я не понимаю. Объявлено это нет. В чем выигрыш? Америка втянута в переговорный процесс. Америке глубоко наплевать. Что будет в Сирии, кто будет в Сирии, что будет с Турцией, с Волоскарой. Они... У них устроит любой вариант развития Сирии. Вообще. Им главное, чтобы война не закончилась. Они просто сносят старый свет, совершенно откровенно, по-моему, не сносят старый свет. Бьют, естественно, сносят его с тех точек, где наиболее увезем. Именно не проплачивают мириады беженцев в Европу, как будущий керосинчик для будущего пожара. Именно они заставляют, наклоняют Европу, наклоняют и Воланд, и Меркель для того, чтобы они этих беженцев принимали со скоростертыми объектами. Американцы в любой вариант устроят. Им это Сирия, как, знаете, на Буркина-Хасо, примерно. У них есть там все интересы. Но что бы мы там ни делали, потом не смешите меня. Если бы американцы хотели бы, чтобы мы там не проводили операцию, они бы... Мы бы ее не смогли провести физически. Они бы просто склонили бы турок. У них, слава богу, на турок достаточные рычаги. Хотя бы потому, что они там им патриот держат, ракеты. И авиацию содержат, у них там две военные базы. Они бы закрыли Босфорда и Родонелла под любым предлогом. Тем более, что Монтрёв, вот это, договор, он позволяет закрыть, на самом деле. Это все сказки, что там нельзя по этому договору. Это чушь, просто никто не читает. Ну, а я-то читал. Закрыли бы нам Босфорда и Родонелла, и не было бы там никакой операции. И на терактах закрыли бы воздушное пространство. Тем более, что это их зона круглого закрывается. С их них баз. И все, и не было бы никакой операции. Мне видится, это отработка слаженности действий в реальных боевых условиях. Я вас... Давайте мы не будем отвлекаться. Я вам говорю, что американцы, американцы, выгодна наша операция в России. В чем выгодно, как выгодно, я не говорю. Если бы она им была не выгодна, они бы ее не позволили. Все. Понятно, да. Поэтому отработка, вы простите, извините, мне вот очень нравится наш... Ну, если да, ругаем американцев за то, что... Ну, вот так наша пресса, наши СМИ о том, что борьба, там всех летают, вмешиваются внутренние дела. Извините, а вот, а типа мы отрабатывали. Вы знаете, как это звучит с точки зрения человеческой, христианской? Подлей не бывает. Это чистый сатанизм. Полететь на других людях, на чужих людях абсолютно беспредметно, отработать боевые действия. Сколько вы там убили людей? Мы, вот имеется в виду, наши армии. Извините, я людей сам лично убивал. Но война вообще не благородная. Подождите, но война, вообще ради чего ведется война? Если война ведется ради национальных интересов, ради государственных интересов, в конце концов, даже ради религиозного принципа, это еще как-то понятно. То есть, война всегда сопровождала все человечество, всегда она была, есть и будет, пока что существует то или иное степень. Ну, извините, просто уйдите, полететь, убивать людей, чтобы научить своих летчиков побить правительство. Не, но вы перевернули. Извините ваши слова. Нет, давайте дословно, вернитесь к тому, что вы сказали. Мы там обучили контингент. Нет. Подвернулся случай. Нет, ну, немножко не так. Есть стратегии. А если мне завтра подвернется случай, завезать на соседней улице человека, я давно не занимался боевым фехтованием. Если мне на соседней улице подвернется случай, кого-нибудь зарубить палашом, это что, вот я должен им воспользоваться? Нет. А у меня задача была помочь часу дома. Задача была помочь часу дома. Помогли? Надолго? Это мы посмотрим. Ну, вот мы посмотрим. А я вам скажу, если вы меня спрашиваете про гонос. Пока война, ну, максимум, да. Ну, да, это с кем? 75% тех, кто воюет, они в эти переговоры должны вступить. Там две трети тех, которые против вас, это ИГИЛ и Джабхат Ануса. Они вообще за пределами переговоров. А даже из тех, которые остались, там больше половины. Они же кто-то финансируют. Они же не сами по себе живут. Правильно. Их кто-то финансирует. Правильно. Правильно. Абсолютно. Так вопрос в том, что те, кто их финансирует, когда началось какое-то, обозначилось успех, вот какой там успех обозначил нас, а тут же его, правильно. Согласен. Американцы. Согласен. Они являются рефери на этом матче. Киссенджер прилетел и сразу. На этом матче американцы являются рефери. Именно они показывают, кому куда играть, кому куда бежать, кому желтую карточку показывать, кому красным, кого с поля удалять. Это они решают. А мы-то что там делаем? В чужой игре. Мы. Мы выполняли, заработали за чужие интересы. Заодно убили кучу народу. Абсолютно нам никак не угрожавшим. Потому что если мы хотим бороться с лакобитами и салафитами, надо бороться с ними у нас здесь в России. Надо собрать всех. Мы, которых полно и в Башкирии, и в Татарстане, не только там. Которые известны, что они салафиты. И отправить их просто закрыть им в лес, вытворить и закрыть им в лес в Россию. И все. Пусть они там воюют, в Ираке, в Сирии, где угодно пусть воюют. Но нечего их нас здесь держать. Это будет действительно борьба с салафизмом, с лакобизмом. Но мы же этого не можем сделать. Это же граждане нашей страны. Поэтому пусть продолжают свою деятельность, рано или поздно она действительно придет к тому, что будет в Сирии. Что есть в Сирии. Поэтому еще раз подчеркиваю. В Сирии мы полезли неизвестно зачем, но точно не в своих интересах. Угрохали очень много людей. Непонятно за что. Потеряли гигантские средства. Все, что сказки рассказывают. 32 миллиарда рублей и сирийская операция обошлась. Извините, это лапшу надо собирать с пола. Потому что неизвестно во что обошлась операция нашего корпуса. А то, что вся сирийская армия сейчас у нас на обеспечении, там не 32 миллиарда рублей. Там все по-другому. Все, что у них было, все они расстреляли за 4 года войны. Все, что у них было. Вся нефть, весь газ, который у них были, теперь под боевиками. Там вообще ничего нет. Поэтому сказочки пусть рассказывают, там, для электоранта, к выборам Донским. Жириновский, Северный. Материал можно будет выложить в сети? Я не говорю ничего. Хорошо. Ну я так во всяких слов. Пойдите. Я не говорю ничего, что было бы, я не могу сказать публично. И внутри своего коллектива я ничего не говорю того, что я не могу сказать публично. Такая позиция. А поздно уже, можно врать сколько угодно, можно дальше делать вид, что все замечательно, что все хорошо. Если я этого не скажу, то этого не скажет никто. Почему? Да потому что мне без разницы уже. У меня выбор-то небольшой. Если здесь в моей России есть Сергей Путин, побеждают либерал, то в лучшем случае меня вот до Киева довезут. Скорее всего, не довезут. По ряду причин. А вас не довезут, потому что вы здесь организуете ополчение, и я тоже запишусь туда. Вот это вам не показывать не надо. Вот. А с этого момента... То есть, условно говоря, терять нечего-то. Остановить съемку? Я думаю, вы и так достаточно говорили. Мне надо меняться своими делами. Хорошо, давай тогда завершаем. Можно тогда не для этого самого... Заверши просто съемку. Нет, нам покидать надо помещение. Тогда 10 минут. Можно еще выходит? Ну, сейчас я... Включайте. Все, стоп, снято, дорогие друзья. Чтобы на чем-то оптимистическом закончить все. Ну, давай завершаем. Ну, нет, давайте завершай оптимистично. Оптимизм и конструктивизм. Оптимизм и конструктивизм. Блин, нехорошо получилось. Ну, все равно теперь звоните. Если мне надо, то я... Все, давай пока, до встречи. Петрович, я вам себя завариваю и как? Да, да. Спасибо. 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 Спасибо.